Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав, вы смотрите канал Цитруса. Мы играли все выходные всю прошлую неделю в Call of Duty Modern Warfare в новый режим Warzone. Я расскажу о своих впечатлениях, расскажу, чего ждать от этой игры и почему Infinity Ward, Activision и Revenge Software походу вообще всех переиграли, потому что сейчас происходит невероятное. Начнем с того, что оригинальная Modern Warfare вышла еще в прошлом году, в ноябре, и тогда у нее были очень смешанные отзывы, в основном из-за сеттинга и то, что игра пропагандирует. Так или иначе, не всем нравятся злобные русские, а здесь они реально очень злобные и слегка даже тупые, но тем не менее, к игре как игре с точки зрения геймплея предъявить можно было действительно мало. Огромные карты, полностью новый движок, поддержка рейтрейсинга, полная кросс-платформенность среди актуальных платформ, среди которых PC, Xbox One и PlayStation 4. Гигантские карты, на которых до 64 игроков и даже появился какой-никакой транспорт, пахло буквально Battlefield'ом. И уже тогда у многих игроков был вопрос, где Battle Royale? Во-первых, потому что он был в прошлом году с Black Ops 4, Blackout, который мне очень понравился, я в него активно играл. Но он стал мне абсолютно неинтересен ровно в тот момент, когда на поле нашего зрения вышел Apex Legends, который моментально сорвал все слитки и сегодня по-прежнему находится в топах по онлайну, хоть и не догоняет монстра в виде Fortnite. А про PUBG я вообще молчу, как говорится, почтивших либо хорошо, либо никак. Так вот, Modern Warfare вышел и Activision еще практически более полумесяца назад тизерила Battle Royale свой в виде трейлера второго сезона Battle Pass, в котором появляется гос, небольшая команда, которая говорит про что-то, что типа газ приближается. И все уже начали догадываться, что вот сейчас-вот сейчас что-то произойдет. Но Activision все откладывало и откладывало и откладывало. Появлялись какие-то скриншоты, какие-то утекшие видосы. Все понимали, что режим вот-вот появится, но никто не понимал когда. И вот наконец-то все вышло. Call of Duty Warzone это отдельный режим, отдельная игра, можно сказать, потому что она доступна бесплатно. Это очень важно. То есть если у вас нет основной игры в виде Modern Warfare, вышедшая в прошлом году, вы по-прежнему можете зайти в Battle.net, если у вас ПК и скачать Warzone абсолютно бесплатно. То же самое можно сделать на PlayStation 4 или Xbox One, если у вас нет оригинальной игры. И это важно, потому что это первый Call of Duty на больших платформах, не считая корейской поделки, которая фактически становится бесплатной игрой. До этого момента все номерные части стоили денег, в том числе и Black Ops 4 со своим блокаутом. Короче, она бесплатная. И это дало возможность набрать очень большую аудиторию в первые же сутки. В первый же день запуска Modern Warfare, она же Warzone, смогла пробить в паланку в 6 миллионов игроков. Я хочу заметить, что Apex Legends, предыдущий рекордсмен по скорости набирания онлайна в этом жанре, набрал всего лишь 2,5. А на текущий момент записи сегодня у нас 16 марта, уже порядка 15 миллионов игроков зарегистрировано в Warzone. Это самый быстро растущий Battle Royale в истории. И оно неудивительно. 150 игроков на карте. Это много или мало, спросите вы. Я вам скажу, что это достаточно и можно еще. Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что карта достаточно маленькая, особенно когда смотришь на нее сверху в момент высадки. Когда ты спускаешься на нее, ты понимаешь, что здесь масштаб и расстояние работают не так, как работали в PUBG или в Black Ops. Действительно, карта огромная. Здесь гигантское количество построек и очень много боев, находящихся в так называемой городской черте. Прилететь может буквально откуда угодно. Ты никогда не знаешь наверняка, где тебя пасут. И самый страшный момент в Battle Royale от Call of Duty в том, что здесь есть очень много гаджетов, которые мы могли видеть в обычной сетевой игре. Например, здесь есть возможность вызвать БПЛА и видеть на карте противников. Так вот, самое страшное ощущение, когда ты находишься в лейт-гейме, уже где-то четвертый или пятый круг, ты со своими друзьями заперся в каком-то доме на втором этаже, вы буквально на издыхании. Кто-то из ваших вызывает БПЛА, и вы смотрите на карту и понимаете, что вокруг вас буквально рассадник людей. Вы смотрите в окно и вообще никого не видите. Вот это очень страшная х**а. Я отвык от этого. Это действительно прикольное ощущение. И несмотря на то, что я сыграл уже порядка 30 матчей, несколько из которых выиграл и регулярно хожу в топ-5, в топ-10, всегда очень по-разному все заканчивается. И я заметил некоторые интересные закономерности, которых не видел в других БПЛА. Помимо 150 людей, что отличительная фишка, я хочу чуть-чуть рассказать про механику возрождения и вообще жизни внутри этого БПЛА. Как только вы попадаете на карту, вы и ваши друзья, а на данный момент доступно возможно играть только либо втроем, либо вдвоем, либо одному, но всегда против вас будут играть отряды из трех человек. Так вот, если вы отваливаетесь, то с вас очень быстро увидели, на этом игра не заканчивается. Как и в других БПЛА есть механики возвращения на карту. Работает это по такому принципу. Как только вы погибли, вы попадаете в ГУЛАГ. Все как в реальной жизни. В ГУЛАГе вам предстоит бой один на один с другим игроком, который тоже отъехал. И если вы победили в этом бою, то вы автоматически возвращаетесь на карту. Но даже если вас после этого убили, но кто-то среди ваших товарищей по-прежнему жив и находится на карте, у него будет возможность вас возродить за денежку, которую можно найти в игре. И это третий пункт, который отличает этот Battle Royale от других. Эта механика мне чем-то напомнила историю, которую мы видели в Battle Royale в CS GO. Там тоже была механика с покупкой разнообразного оружия. И других перков, которые можно использовать во время боя. Вот в Warzone повсюду раскидана куча магазинов, с помощью которых вы можете приобрести себе либо защитную броню, такие как полскины, которые нужно надевать на себя. Можно приобрести БПЛА, точечную бомбардировку, какой-нибудь ящик поддержки, из которого вы сможете собрать себе полноценный класс с тем оружием и с теми обвесами, которые вам хочется. А я напоминаю, что в мультиплеере нет возможности менять обвес. Вы получаете оружие с зундуков, либо противников, либо пола. В том виде, в котором оно лежит, никак его модифицировать нельзя. Эту механику полностью убрали, отказались от него в пользу, опять же, системы с ящиком. И прикол в том, что деньги вы можете зарабатывать либо за убийство других игроков, либо за выполнение так называемых испытаний и их же заданий. Они тоже раскиданы на огромном количестве мест внутри карты. И это четвертый пункт. Прикол заключается в том, что вы... Вам нужно исполнять эти испытания. Есть два типа таких испытаний. Первое, это на поиск сундуков, из которых падает с каждым разом более интересный лут. Второй тип испытания, это так называемые контракты на убийство. Игра буквально помечает область, в котором находится чужой отряд и один конкретный игрок, который вам нужно убить. И вы за него получите повышенную награду в виде долларов, которые потом вы можете потратить на какие-нибудь апгрейды. И прикол здесь заключается в том, что его могут убить как вы и ваши друзья, так и другие игроки. И вы в любом случае получите награду просто не в полной мере. Поэтому испытания контрактов все равно нужно брать. Потому что даже если вы не любите быстрое откисание в гулаге с последующим выпадением в лобби, поскольку вы, допустим, плохо стреляете и больше предпочитаете аккуратную игру, а не агрессивную, то шанс того, что кто-то убьет вашу цель, и вы получите приятную тысячу баксов за это, это тоже приятный бонус. Так что это нужно учитывать. Короче, он живой, походу, останется. А, вот он, вот он, вот он, блядя, наверху. Видишь, пикает. Хул. Еее. Касава, ну это был не он, прикинь. Угу. Это самая грустная ситуация. Так вот, благодаря магазину и благодаря механике возрождения очень часто происходит так, что откисание в гулаге это не финал, и вас действительно могут выкупить ваши друзья. То есть вы буквально можете возродить своего тиммейта за максимальное количество денег в игре. Это, по-моему, 4,5 тысяч долларов для воскрешения какого-то игрока из вашего отряда, который уже погиб и не смог выйти из гулага. Эта механика дает возможность, допустим, одному игроку остаться в живых в самом начале, всю катку насобирать денег и в лейт-гейме вызвать обоих тиммейтов, которые потом впоследствии вызовут, например, ящик снабжения, и вы за секунду будете вооружены до зубов. Это очень сильно меняет ход событий, и это круто. Таким образом, Activision, во-первых, избежала ситуации, при которой вся карта усыпана хреновым лутом, и его нужно где-то искать. Все, что вам нужно, это просто результативно исполнять задания и, соответственно, зарабатывать деньги для того, чтобы у вас был актуальный лут. Что еще мне понравилось в этом Battle Royale, так это то, как здесь работает зона. Прикол в том, что это газ, и этот газ очень быстро убивает. Если вы не нашли в процессе игры никакого противогаза, это, опять же, юзабельный предмет, то нахождение внутри газа длительное время практически невозможно. Это не Fortnite, это не паб, где вы можете бегать внутри зоны до потери пульса, поджирая аптечки. Потому что аптечек в этом Battle Royale фактически нет. Единственное, что вы можете восполнять, это броню на вашем персонаже. Причем, само здоровье персонажа будет восполняться автоматически, как это происходит в обычном мультиплеере. И вот тут самое интересное. Дело в том, что те игроки, которые купили Modern Fire на релизе, такие как я, например, они играют в Warzone только сейчас. Они получают некоторое преимущество над всеми остальными в виде того, что у вас уже прокачаны ваши исполнители, ваши комплекты, ваше оружие. Таким образом, уже на начальных этапах, в первый же день игры, когда я вызывал комплект, у меня был максимально прокачанный АК-47, максимально прокачанная моя снайперская винтовка и куча обесов. Таким образом, я уже получал какое-то преимущество над игроками новоприбывшими, которым приходилось использовать стандартные классы, которые предусмотрены в игре. Естественно, у вас есть возможность прокачивать оружие во время Battle Royale. Ну, я думаю, всем очевидно, что те игроки, которые имеют полную игру, могут за пару вечеров прокачать любимое оружие до максимально возможного уровня и собрать так называемый класс мечты. Так как другим фришным игрокам придется достаточно много откисать в Battle Royale для того, чтобы накачать условный, я не знаю, там, P90 до максимального уровня. Так что не расстраиваемся те, кто покупали, это прикольно. Минусы у всего этого мероприятия тоже присутствуют. К сожалению, игра как в Fortnite недоступна на мобильных устройствах. Я напоминаю, что Call of Duty Warzone на ПК, Xbox, PlayStation 4. Не то же самое, что Call of Duty Mobile на iOS и Android. Nintendo Switch вообще объявили, ее производительности попросту не хватает для этой игры. Я слабо себе представляю, как эту игру запускать на Nintendo Switch, особенно учитывая размер этой игры. Так вот о минусах. Клиент просто гигантский. Если вы используете фришную версию игры, вам нужно будет скачать порядка 100 гигабайт. Это действительно много. Если же вы, как я, используете полную версию игры, то у меня клиент занимает больше 150 гигабайт. И это, конечно, шляпа, Activision, нужно срочно что-то с этим делать, чтобы можно было, например, удалить компанию, которая недавно прошла и навряд ли в нее вернусь. И оставить, например, только сетевой режим и Warzone, потому что в кооперативной мне, например, не особо интересен. Это бы снизило действительно объем игры. А учитывая, что современные консоли в среднем имеют объем жесткого диска в 500 гигабайт, 150 из которых занята Call of Duty, это, конечно, шляпа полная. Вторая проблема, это, конечно же, динамика игры. Дело в том, что для меня, для бывалого игрока в Call of Duty и вообще в шутеры такого типа, тот же самый Battlefield, код, они в этом плане похожи. Это быстрые игры, требующие от тебя действительно быстрой реакции. И здесь нередки ситуации, когда через пол карты вам прилетает со снайперской винтовки без прицела, просто потому что с другой стороны сидит маленький американский школьник MLG, который с геймпадом буквально в руках родился. Где они? А, неважно уже. Здесь не любят те, кто сидит и откисает в углах. Таких игроков очень мало, если вы привыкли играть в тот же самый PUBG по принципу посижу в этом кусте, пока зона не подожмет, в этой игре вы будете сложно. Скидется, чувак, это именно PUBG, я помню. 100% блядь. Опа, сейчас спина ему прилетит. Сука, я также в PUBG играл, понял, я обосрался в итоге, когда меня убили с какого-то куста. Нормально. Здесь нужно постоянно перемещаться, здесь нужно постоянно искать лук, и такой принцип игры игра не особо поощряет. Хотя, опять же, возможность такая присутствует. Другой вопрос, что будет ли такая игра результативной, еще большой вопрос. Ну и интересные фишечки, которые я подметил, это, опять же, связано с подачей. Сама высадка безумно круто сделана. Синематик вначале на движке, который показывает гигантский AC-130, если я не ошибаюсь, в котором вы и ваши противники будете высаживаться на Battle Royale-зону. Это, конечно, безумно круто выглядит. То же самое касается момента, когда вы выигрываете. Пально подлежает вертолет, спускается канат, на котором вы и ваши тиммейты поднимаетесь. В ЛНЦ появляется красивая заставка, крупным планом показывающих ваших персонажей с никнеймами. А с левой стороны список всех тех игроков, которые откисли благодаря вам или косвенно благодаря вам. Меньшее удовлетворение от этого ты получаешь невероятное. Не просто банально там топ-1, а вот прям круто. Ты всех победил, это приятно. Он просто живой был, а думал, чего никто нет, вроде больше никого нет, а он ползает, придет в полном набор, может, дает заставление. Конец. Тактика сидеть хорошо, главное золотой снайпер, пусть сидеть. Ой, как приятно, что я полностью записывал эту катку. Кстати, эти титры впервые вижу не на ютубе. Приятный момент, хочу досмотреть до конца. Ой, класс, смотрите, какой красавчик. Ну и мне безумно нравится то, как работает оружие в этой игре. Я уже говорил в обзоре на оригинальный Modern Warfare, что все, что касается баллистики и ощущения от оружия, оно может быть не всегда реалистично, но оно безумно круто ощущается. Импакт от стрельбы, ощущение от стрельбы из местного оружия это безумно приятное дело. И в Battle Royale оно еще сильнее раскрывается, особенно снайверские винтовки, потому что все-таки в обычном мультиплеере не так много карт, где можно почувствовать до конца всю мощь местного снайперского набора. Здесь, конечно, это раскрывается максимально сильно, но и нет ничего приятнее, чем вызвать ковровую бургировку на последнем круге в людей. Это прям вот класс. Поэтому подведем вот такой вот итог. На сейчас 15-16 миллионов активных игроков меньше, чем за неделю. Игра бесплатно доступна на трех основных платформах ПК, PlayStation и Xbox One. В этом году разработчики уже обещают добавление максимального капа игроков до 200 человек. Уже идут об этом активные обсуждения и слухи. И в ближайшее время мы получим режимы игры на четверых. Это уже 100%, поскольку на Reddit были утечки со скриншотами, где народ находится в поиске лобби на Battle Royale вчетвером. Так что, возможно, скоро игра еще сильнее забьется игроками, и мне будет сложнее играть, не знаю. Короче, в любом случае, попробуйте. Это бесплатно. Ссылка на саму игру будет в описании. Играли мы на Asus ROG SCAR 2, который вполне себе неплохо выдавал порядка 80, а то и 100 кадров в секунду с ультра настройками и включенным рейтрейсингом. Так что с оптимизацией тут тоже все очень неплохо. На этом все. Играйте хорошие игры, хорошего вам дня и яркого настроения. Пока-пока.